Стрельба по мишеням вышла на новый уровень, виртуальный. Такой тренажер появился на ведомственном полигоне в Калманском районе, благодаря сотрудничеству правительства и Росгвардии. Он дает полное погружение в разные боевые ситуации, будь то нападение террористов или зомби. Реализм достигается за счет окружения со звуками и правдоподобными экземплярами оружия. Стреляет оно лазером для фиксации попаданий, а перезаряжать его необходимо сжатым воздухом, нужен для имитации отдачи. На подобном тренажере могут работать до четырех человек, при том их результаты фиксируются. Независимо от спецподразделения, вне ведомственной охраны, мы можем здесь проектировать любые задачи, решать любые вопросы, которые связаны с тактической подготовкой, теоретической подготовкой наших сотрудников. Конечно, для нас, для подразделений, те, которые обеспечивают, самое главное, безопасность граждан, это очень важно. Попробовать свои силы в Тире смогут все силовые структуры региона, в том числе и росгвардейцы, которые приняли присягу на полигоне. Я с детства неравнодушен к человеческим судьбам, я всегда хотел помогать людям, и я в жизни прошел определенный путь, и в росгвардию пришел уже осознанно. Я хочу работать, хочу служить на благо своего государства, на благо своего народа. Некоторые силовики в госструктурах служат не первый год и успели проявить себя только с лучших сторон, в том числе на СВО. Из рук губернатора они получили государственные и ведомственные награды. Выполняя свои боевые задачи, вы всегда должны быть уверены в том, что здесь, дома, в Алтайском крае, всегда помогут и членам ваших семей. Всегда будем с вниманием и участием смотреть и участвовать, помогать там, где это возможно. В конце сентября региональному управлению Росгвардии исполняется 8 лет. В честь этого события автопарк силовых структур пополнили 50 новых автомобилей, которые просто необходимы для качественного несения службы. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.